Продуктовая линейка TBS намного шире, чем мы сегодня с вами рассмотрели. Мы сфокусировались на наиболее интересных для нас в данный момент устройствах. Также в портфолио TBS находятся 2D-считыватели совсем маленького размера, с кнопками для учета рабочего времени вы можете указать, вы вошли или вышли, а также вообще для частных домов, где в биометрический считыватель встроен звонок. Настройка и управление, например, маленьким считывателем может происходить через мобильное устройство, как планшет или мобильный телефон, поблитус. Структура системы и коммуникационный протокол един для всех устройств TBS. Когда TBS производит новое устройство, вы можете быть уверены, что оно может быть использовано в системе с уже имеющимся считывателем. Мультиспектральный считыватель уже выпущен, он может устанавливаться вне помещения и нечистительно к состоянию пальца, а также он доступен в двух вариантах базовых. Это в черном исполнении и в белом. Также, если вы живете, например, на Ближнем Востоке и вы хотите золотой считыватель, то вам доступен и такой вариант. TBS может кастомизировать внешнюю крышку под ваши нужды. Ну, под русские условия, наверное, больше похож под мрамор крышка. Все устройства могут быть установлены как в, так и вне помещения. А вот вопрос, если вне помещения, допустим, отрицательная температура, палец, стекло, декладывая, два засчитывателя, у него стекло, она запретевает. Обычный 2D? Обычный 2D. Обычный 2D? Нет, ничего, 2D терминал. Мультиспектральный. У него же стекло. Мультиспектральный? Да, да, да. Да, да. Мультиспектральный. 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 Да, да. У нас есть, конечно, огонь. У нас есть сентября, отмена по моему параметру и внутренних, но я могу представить, что в России, что рейтинг, спецификация наших терминалов, находится минус 20ºC до плюс 60ºC. Проблемы такой не возникает при использовании считывателя В установленном диапазоне температур от минус 20 до плюс 60 градусов На самом деле электроника-считыватель довольно сильно греется И не настолько сильно, чтобы достичь критических значений Но на морозе до минус 20 спокойно работает Что происходит при меньшей температуре? Считывание может быть нестабильное Или при экстремальных минус 55 может, естественно, не быть произведено В этом случае Андрей советует использовать либо внешний, ну, дополнительный обогреватель Либо устанавливать где-то под козырьком Или в какой-то терраске, где можно поддерживать хотя бы минус 20 Плотен, или призм, идти к очень low температуре У нас 50-е палец не достался Но это также есть перспектива для ТДС Мы хотим создать версию для России Особенно для России Ондрей впечатлен нашими рассказами о русской зиме Поэтому говорит о том, что в перспективах компании создать считыватель специальный для России Который будет выдерживать экстремальные температуры Совсем вскоре появится портативный планшет с емкостным сенсором Емкостной сенсор они оптически используются из-за своих меньших размеров Он также будет оборудован считывателем карт И, в принципе, интерфейс пользователя будет похож на интерфейс 3D сканера Это, по сути, мобильный считыватель Который может использоваться, например, в такой ситуации Когда рабочие садятся на автобус для того, чтобы... Ну, на какой-то станции, да, там Для того, чтобы поехать потом на завод Специальный человек может проверить право доступа этих рабочих Их ли смена на данный момент, например, да Или имеют ли они вообще право попасть на территорию прямо в автобусе То есть автобус уже... Он уже авторизованный, он уже проезжает И на КПП не нужно проверять каждого рабочего А также он может быть использован службами правопорядка для... Службой охраны для патрулирования какой-то площади Чтобы проверить, имеет ли право человек здесь находиться Еще одно устройство, которое вскоре появится Это устройство считывания лица Причем не просто изображение лица, а 3D-модели Он будет иметь также схожий интерфейс Но шаблоны, естественно, будут отличаться от шаблона пальца Такой считыватель будет предназначен для установки на объектах С меньшим количеством пользователей, нежели 3D и 2D терминалы При идентификации по лицу ограничения накладывают количество аксессуаров, которые мы можем в него навесить Вот это очки, борода, другая прическа Все это влияет на идентификацию Также ограничение накладывает то, что главная точка, по которой... Инфекция по лицу — это нос Количество носов и их разновидности Их не так много Поэтому более-менее надежно И с большой вероятностью С которой обычно тебе определяет совпадение шаблонов Наиболее вероятно и с большей точностью Идентифицировать по меньшей базе По меньшему количеству людей Этот читыватель будет еще более личным, нежели 3D терминал Потому что 3D терминал вы можете все-таки там задеть краешек отверстия Здесь вы перчатки можете носить, все что угодно на руках Лицо у вас обычно открыто И этот читыватель может подходить для объектов с особыми требованиями То есть это может быть более комфортно и более удобно Спасибо за внимание А чем тысяча пользователей условно? Тем, что если 10 тысяч пользователей То у них найти пользователя примерно с таким же носом Больше вероятность, чем по тысяче Понятно, надежность Продолжение следует... Продолжение следует...